Александр Трепетин с нами на связи, автоэксперт. Александр, здравствуйте, рада вам в эфире Freedom. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. К теме был опрос у издания Moscow Times. Сообщают журналисты, что 61% опрошенных российских автолюбителей говорят, что автомобили из Китая лишь частично в целом адаптированы даже под погодные условия Российской Федерации. 19% уверены, что зимы довольно сложные, которые бывают на территории России, китайские автомобили в целом не выдержат. Обратные точки зрения придерживаются около 20% опрошенных. Недостатки тонкий металл, детали, которые не предназначены к высоким поперечным нагрузкам и скручиванию, коррозия металла, ну и прочее, прочее, прочее. По вашему мнению, те ценовые категории, которые ныне представлены на территории России в контексте китайских автомобилей, они, в принципе, соответствуют тому качеству, которое, ну, как я понимаю, в большинстве случаев теперь предоставлено для граждан России, БМВ, ты теперь не сможешь купить. Ну, в общем-то, что касается качества китайских автомобилей, оно как было легендарным, в кавычках, разумеется, так и остается. Имеется в виду, конечно, те автомобили, которые представлены на российском рынке. Потому что сами китайцы почему-то предпочитают выбирать автомобили европейских брендов, пусть и производимых Китаем. Что касается цены, те, что продаются китайские автомобили в России, получается, что примерно вдвое дороже цены китайская, то и больше, чем вдвое. И тут, я думаю, не только таможенные какие-то ограничения, вернее, пошлины и так далее, тут еще и есть фактор жадности продавцов. Потому что все-таки, когда безальтернативные поставки идут, то цену можно устанавливать любую. Ну, более-менее разумную. Однако автомобиль, как известно, не роскошь. Роскошь – это средство на его содержание. Как было абсолютно правильно заявлено в предыдущем сюжете, что проблемы начинаются через год-два, да и при желании, скажем так, реализовать автомобиль на вторичном рынке. Потому что скорость, с какой утрачивают цены китайские автомобили, она, в общем-то, тоже поражает. Вот так это. Тогда вот уточнение. Известно, что, в принципе, и вот у марок китайских автомобилей, по крайней мере, так себе позиционируют производители, есть вот этот условный бизнес, да, вот элитная вот эта составляющая даже условного хавалы, джили, есть вот автомобили, которые, ну, по крайней мере, производители причисляют к бизнес-классу. И стоят они, соответственно, ну, дороже, чем условная, не знаю, любой автомобиль джили, который более распространен, скажем так. А что в контексте вот этого качества? По идее, по идее, чем дороже, дороже комплектующие, дороже сборка, ну и так далее, там подобное, по логике. Тут логика работает, ну или не совсем? Понимаете, у китайских производителей несколько иной подход к бизнесу, чем у тех же европейских. Вместо того, чтобы добавлять функции чисто автомобильные, для которых нужно достаточно серьезные исследования, для которых нужно испытания и так далее, они добавляют функции, так сказать, электронные. Вот тот самый бизнес, это лишние электронные какие-то девайсы, находящиеся в салоне, там, варианты массажа сидений, там, и так далее, и тому подобное. А что касается общего конструктива, то тут ничего не меняется. И металл, опять же, о нем уже было упомянуто, металл, из которого делаются эти китайские автомобили, он что в бизнес-классе, что в обычном классе несколько все-таки отличается от того, из чего изготавливаются те же европейцы или японцы, да и корейцы. Подход такой к конструированию, такой инжиниринг. И бизнес, это, по сути, еще раз говорю, навороты и прибамбасы, не более того. Как вообще Китай и заинтересован, и способен поддержать, вот, к примеру, любят же хвастаться в России своим автопромом, очень любят говорить, что мы сами можем там импортозамещение, правда, давно этого слова уже не слышали, да, из-за российской пропаганды. Да, но вместе с тем утверждают, что Россия и сама способна делать шикарнейшие автомобили без, там, возможно, ремней определенных, без определенных деталей, но они, вероятно, там лишние. Извините, УАЗ-Буханка, все. Так насколько вот такое сотрудничество между Китаем и Россией вообще возможно, и насколько можно объединить, к примеру, какие-то комплектующие китайские с российским автопромом, насколько одно с другим вяжется вообще? Да, вполне можно все объединить, было бы желание. Тот же самый «Москвич» этому подтверждение, когда стопроцентный китайский автомобиль, к которому прикручиваются колеса, устанавливаются сидения, объявляется российским. Вот, тут ничего нового не придумано. Отверточная сборка, она как существовала, так и существует. Если же, вот, как тот же «АвтоВАЗ» в свое время начал сотрудничество с французами, с «Рено», и постепенно детали, узлы французских автомобилей начали появляться в чисто «ВАЗовских» моделях, ну, я думаю, что к этому все равно рано или поздно придет сотрудничество с китайскими производителями, потому что российский автопром – это все-таки, ну, скажем так, государственная структура, хотя она и частный капитал имеет, но это структура, которая имеет влияние на государственную политику, в том числе, как создание рабочих мест, социальная там сфера и так далее. То есть должны работать предприятия, по-любому должны работать, а чтобы они работали, импортные комплектующие, ранее производителей более, скажем так, мировых, теперь заменяются китайскими узлами и комплектующими. Все это обязательно будет, никуда от этого не деться, но качество будет соответствующее. По данным открытия авто, проводилось исследование определенно, в 2023 году в России было открыто 1137 новых автосалонов, из них, что интересно, 977 китайских. Ну, то есть не то, чтобы большинство, да, а большинство, большинство, почти полностью, были открыты именно китайские автосалоны. Каким образом Российская Федерация помогает Китаю, скажем так, в контексте, ну, не только финансовом, ну, и в процессе сбытия своих автомобилей, не всегда качественных, но которые приносят же хорошие финансовые вложения Китайской Народной Республике? Понимаете, деньги у населения есть. Деньги это нужно как-то утилизировать. И вот вариант утилизации с помощью китайского автопрома, это очень даже хорошее решение с точки зрения государства. Ведь люди тратят деньги, люди вкладывают их в автомобили, платятся налоги, автомобили требуют топлива, например, из которого тоже платятся налоги и так далее, и так далее. Поэтому с точки зрения государственной политики, все отлично. С точки зрения потребителей, ну, что ж, на безрыбье, как известно, Ирак, тоже рыба и приходится покупать. Тут действительно отсутствие альтернативы. Ну, если сравнивать чисто российские марки, тот же Автолаз, с тем китайским, которое продается в России, так китайское лучше. Ну, я так считаю, по крайней мере. То, что я щупал своими руками, реально китайское лучше. А мы же понимаем, что осталось еще достаточно автомобилей в России, которые были завезены там из Европы или куплены просто в автоцентрах, которые уже не могут, и которые уже вышли из России, и эти автомобили надо как-то обслуживать. Так вот, может ли Китай каким-то образом помочь, возможно, с запчастями? Снова-таки, какое будет качество этих запчастей? Ну, вот, например, у кого-то новенькая BMW, и запчасти без того, вероятно, были дорогие, а сейчас они вообще являются дефицитным продуктом. Так вот, насколько такой категории граждан России может помочь Китай некоторыми комплектующими запчастями, и какая будет цена-качество также? С запчастями Китай помогает уже очень давно, и не только российским автовладельцам, потому что запчасти китайского производства, ну, я считаю, что под большинство существующих мировых брендов выпускаются, и давно выпускаются. Вот только качество этих деталей, когда есть выбор, есть производитель европейский, или там, условно, даже, скажем, японский, а есть производитель китайский, пускай разница в цене в два раза, но, извините, и срок службы таких деталей отличается принципиально. Поэтому помочь помогут. А вот что из этой помощи выйдет, насколько это будет здорово, насколько это будет приемлемо для владельцев автомобилей, ну, тут уже есть сомнения. Машины будут ездить. Автопарк все равно в России, в общем, достаточно пожилой, и обслуживать эти машины нужно. Никуда не денутся, китайцы заработают еще и на этом. Отлично получится. В контексте непосредственно российского автопрома, напомню, чуть больше, чем месяц тому назад, АвтоВАЗ, Москвич, УАЗ попали под санкции Соединенных Штатов Америки. За сотрудничество с любым из вышеназванных компаний, производителям можно теперь попасть под ограничения со стороны Соединенных Штатов Америки. Прошел месяц. Понятное дело, что это очень крайне мада для того, чтобы санкции начали, в принципе, работать. Но какие негативные перспективы, скажу так, отрицательное всплытие, скажем так, для российского автопрома несут вот такие ограничения в долгосрочной перспективе? Ну, в долгосрочной перспективе, как показывает практика, Соединенные Штаты очень хорошо умеют играть в долгу и находят тех, кто обходит санкции рано или поздно. Конечно, тут же находятся альтернативные пути. Те же самые китайские производители, как я понимаю, тоже опасаются попасть под санкции, потому что они намереваются зарабатывать деньги не только в России и не только в Китае. И при этом я, скорее всего, считаю, что они будут создавать суббренды и продвигать их на российском рынке. Вот такой будет вариант, в общем-то. И он достаточно эффективен. Как, к примеру, с той же электроникой показывает. Это работает. Просто вот ваши, простите за такую фразу, но ваши коллеги из России, которые, скажем так, благословляют авторынок Российской Федерации, производство, начали говорить о возможности запуска, в принципе, закрытого цикла. Что на территории Российской Федерации производите микросхемы, микрочипы и многое другое, составляющие, комплектующие, возможно, не без помощи Китая, но в целом, чтобы выйти на, ну, собственно, производство на территории Российской Федерации. Вот недавний пример, есть же электромобиль Атом, который был представлен в России, он без мотора, с итальянским дизайном, но, тем не менее, его называют примером вот этого а-ля закрытого производства. Разве не вышли из-под санкций? Разве не получается делать настоящий русский автопром? Еще раз говорю, что у них не собирается, получается, автомат Калашникова. Ну, то есть, качество будет соответствующее, понимаете? Вот я еще раз привел пример, повторяю. УАЗ Буханка, вот чисто российский автомобиль, вот чисто российский автомобиль, и вот он демонстрирует все возможности российского автопрома, если не привлекать иностранных инвесторов, иностранных специалистов, иностранных технологий. Вот то и будет получаться. Конечно, желание понятно. Оградить страну от импорта, оградить страну от утечки валюты за рубеж. Желание нормальное, но вот что из этого всего выйдет, вот это очень большой вопрос. Боюсь, то, что выйдет, очень сильно не понравится российским автовладельцам. Благодарим вас, Александр, за то, что вы присоединились к обсуждению этой темы. Александр Трепетин, автоэксперт, был с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова